Привет! Через 45 дней в Японии начнутся летние Олимпийские игры. Большинство жителей страны против, но игры все равно состоятся. Правда, пройдут без иностранных болельщиков. Кто из красноярских спортсменов получил лицензию и поедет в Японию? Это наш спорт. Сегодня в программе. Июнь – последний месяц, когда спортсмены могут получить лицензию и поехать на Олимпийские игры в Токио. Сколько спортсменов Красноярского края полетят в Японию? В Емельяновском районе прошел самый массовый за Уралом веломарафон. 101 километр по шоссе и пересеченной местности для профессионалов и любителей велосипедного спорта. Директор волейбольного Енисея Алексей Маслов о переменах и перспективах мужской и женской команд. Изменений много, цель – быть в плей-офф. Страшная новость пришла из Новосибирска. В ночь с пятницы на субботу во сне умер Максим Ишкельдин. Оторвался тромб. Максиму было 30 лет. Один из лучших хоккеистов мира ушел из жизни в самом рассвете сил. В хоккее с мячом Ишкельдин добился всего. Шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Он пришел в Енисеи летом 2020 года и сразу помог стать красноярцем чемпионом страны. Был одним из лидеров команды. Специалисты говорили, что именно Ишкельдина не хватало Енисею, чтобы стать чемпионом. Максим отвечал, как всегда, скромно. Я не уверен, что все так было, но кто-то умеет предсказывать будущее. Увы, ни врачи, вообще никто не мог предположить, что Максима Ишкельдина вскоре не станет. Спортивный мир скорбит. Такие хоккеисты, как Максим Ишкельдин, уникальны и от осознания этого еще хуже на душе. Светлая память. Джек Лондон сам себя спрашивал. Велосипед – это то, что наполняет мою жизнь смыслом. Я упражняюсь каждый день. Конечно, каждый день 101 километр не проедешь, но один-другой раз попробовать можно. Что и сделали участники веломарафона «Красспорт», несмотря на дождь. Всю ночь с пятницы на субботу лил дождь. И многих участников веломарафона, а заявилось 609 человек, интересовало, они отменят ли гонку. Я вижу, что никого это не пугает. Кто настроился на эту гонку, тот готов. Я ими восхищаюсь, горжусь. Поэтому тут есть понятие в футболе, да, футбол в любую погоду, так и наша гонка состоится в любую погоду. С 2013 по 2020 не было ни одного дождя. Сегодня дождь от начала и до конца, то есть от старта и до финиша. Поэтому ждет, конечно, грязная трасса. Трасса экстремальная, еще разлился ручей на самом экстремальном участке. Поэтому часть гонщиков, конечно, снялась до старта с дистанции. Многие звонили, спрашивали, не отменяется ли гонка. Но гонка наша пройдет в любой ситуации, в любых условиях. Поэтому сегодня самый экстремальный веломарафон «Красспорт» за всю его историю. В итоге 478 участников все-таки вышли на старт. Многие приехали из других городов, поэтому вопрос, стартовать или нет, даже не обсуждался. Напомним, 67 километров по шоссе и 34 километра по гравию и проселочной дороге. 30 километров придется, ну, как-то попотеть. То есть не рискнул с лики надевать, зубатая резина. То есть, ну, будем надеяться. Если что, пешком поедем. У каждого участника своя цель в гонке. Любителей гонка интересует как преодоление самого себя, своей лени. Профессионалов волнует скорость и время. Всю жизнь проработал на стройке каменщиком в селе. И когда на пенсию вышел, надо было какой-то хобби найти, чтобы на диване-то не лежать. И вот уже вот пять лет, как на пенсии, увлекся велосипедом. И вот три раза участвовал. В прошлом году я управила за пять часов. Но в прошлом году много факторов было. Там как бы и холод был сильный, и снег. А в этом году главное – тепло. Не пугает погода. Участники лихо преодолевали первые километры по трассе, прекрасно понимая, что трудности впереди. Наша камера установлена на отметке 42 километра, как раз на земляном участке дороги, которую дождь превратил в жижу. В гору было трудно всем. Грязь везде. На теле, лице грязь сковывала колеса. Двигаться вверх – значит преодолеть себя. А это уже участок на отметке 58 километров. Самое трудное позади – велосипедисты уже ехали по траве. Первым выскочил из леса амич Андрея Рейтер – главный фаворит мужской гонки. Затем уже от поселка Талая началась гонка по трассе. Рейтер уверенно лидировал, оторвавшись от второго места на 4 минуты. Так и финишировал в гордом одиночестве, затратив на гонку 3 часа 24 минуты. Примерно на 30 минут больше, чем год назад в сухую погоду. Два раза цепь спадывала, как бы очень сложные условия для трансмиссии, для велосипеда. Вот. Ну и для ребят, наверное, там тяжело было очень на поле. У них колеса стали блокироваться, потому что у них широкая резина была. И я, собственно, сначала отстал от них, потом на поле их догнал. Следом финишировали красноярец Сергей Хазов и Игорь Агарко из Новосибирска. В конце, наверное, последний киатор в 20 было. Уже более-менее. Хоть стало тепло чуть-чуть. С самого начала прямо так вот пришло. Не только дождь, но еще и холодно было. Классно, спасибо. Погода внесла, конечно, свои коррективы. Они еще пострадали здорово. Я очень рад, как бы был шестой, через два года третий. Я считаю, что прогрессиваю. Всем спасибо. Через 32 минуты после Рейтера и после того, как финишировали более 20 мужчин, к финишу примчалась Вера Агарко из Новосибирска. Погода тяжелая. Грязи было много, колеса, цепь залепляла. Приходилось чистить велик, лужа полоскать. Ну, ничего, нормально, все в одинаковых условиях. Это была самая удивительная, самая экстремальная гонка за всю историю. Кто в ней участвовал, тот вряд ли ее когда-нибудь забудет. Межсезонье в волейбольном Енисее стараются собрать состав, исходя из возможностей клуба. В мужском волейболе есть шесть лидеров, остальным формировать состав непросто. В первую очередь надо говорить о бюджетах клуба. Первые шестерки – это клубы, которые бюджеты значительно превышают, бюджеты клубов, которые находятся в нижней шестерке. Соответственно, у них и подбор игроков, квалификация этих игроков, опыт этих игроков значительно выше, чем в клубах, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Но унывать никто не собирается, можно собрать состав и в условиях, когда право первой ночи у лидеров. Надо работать и искать. У мужчин получили лучшие предложения и покинули Енисей, Валентин Стрельчук, Роман Жось, Дмитрий Жук и Иван Полянский. В Динамо-Ленобласть перешел главный тренер Александр Климкин. Продлили контракты лидеры Ян Ерещенко, Тодор Скримов и Кирилл Клец. Новым наставником стал Юрий Филиппов, занявший со скромным клубом АСК из Нижнего Новгорода Восьмое место. Клуб работает над приобретением новых волейболистов. Появилась новая пара связующих. Игорь Коваликов, Константин Осипов. Коваликов из Югриса Матлора. Осипов – это наш земляк, зеленогорец. Последний клуб, где он играл, он в нефтяники выступал и очень неплохо показал неплохой результат, неплохую игру. Место центрального блокирующего Дмитрия Жука займет Максим Куликов, хорошо известным красноярским болельщиком. Конкуренцию Куликову и Критскому на передней линии составит воспитанник Енисея Антон Максимов и новосибирец Юрий Борожнов, в которого верят, как когда-то верили, в молодого Кирилла Клеца. Женскую команду покинули Юлия Бровкина, Ирина Филиштинская, Евгения Сикачева, Анастасия Пестова и перуанка Анхела Тагле. Все ушли на повышение. Перуанка переехала в Турцию. Зато пополнила состав либеросборной России Дарья Пилипенко. Минувший сезон волейболистка провела в команде «Уралочка» из Екатеринбурга. По мнению Алексея Маслова, Дарья Пилипенко, Мария Фролова, связка, вокруг которой будет строиться команда. Сейчас клуб в поисках диагонального игрока. Ведем переговоры с диагональным игроком. Мы на эту позицию ищем легионера, иностранного спортсмена. Пока переговоры двигаются очень сложно, но где-то мы уже на выходе. Следующий сезон, говорит Алексей Маслов, будет другим. Команда пройдет полноценные сборы и будет бороться за место в плей-офф, как в мужском чемпионате, так и в женском. Это задача минимум. Есть мнение, что Олимпиада в Токио все меньше становится похожей на спортивный праздник. Иностранных болельщиков не будет. Своих тоже ждут ограничения. Даже состав официальных делегаций лимитирован. Японцы – люди основательные, еще не победившие пандемию. А потому их терзают сомнения, надо ли проводить игры. Но МОК уже решил – надо. 23 июля – открытие на великолепном новом Олимпийском стадионе в Токио. Российская сборная презентовала Олимпийскую форму. Из-за допинговых скандалов россияне будут именоваться Олимпийскими атлетами из России. Кто же из красноярцев поедет в Токио? Точно отобрались на игры только представительницы вольной борьбы. Ольга Хорошавцева весит до 55 килограммов. И Ханум Вилиева весит до 68 килограммов. В легкой атлетике только 10 квот для россиян в нейтральном статусе. Среди претендентов – чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков и барьерист Тимофей Чалый. 10 обладателей олимпийских лицензий определятся в конце июня. В плавании, триатлоне, других видах, где красноярцы претендуют, но пока никому не удалось пробиться на игры. Хорошие шансы поехать в Токио у сборной России по регби-7, в составе которой две девушки из Красноярска – Байзат Хамидова и Мария Малакоедова. Есть шансы поехать на игры у Дарьи Пилипенко, Алибера и Нисея и сборной России по волейболу. Надо только отобраться в состав. Скоро все будет ясно окончательно. Самый запоминающийся матч весны. Все без исключения специалисты регби таковым считают битву за третье место в молодежном чемпионате России между дублями Красного Яра и Московской Славы. Игра проходила с переменным успехом. То одна команда доминировала на поле, то другая. Счет менялся, как погода весной. Но когда уже заканчивалось добавленное ко второму тайму время, москвичи были впереди 33-31. Красный Яр заработал штрафной, и 20-летний новичок Яра из ЮАР Дилан Смит решал, кому достанутся бронзовые медали молодежного чемпионата. Молодежная команда Красный Яр повторила результат главной команды. И сразу после матча получила бронзовые медали. 9 июня в Монино финал молодежной лиги. Дубль ВВА Подмосковья против дубля Енисея СТМ. Повторит ли молодежь СТМ золотой успех основной команды? Это была программа «Наш спорт». Обязательно осваивайте велосипед, играйте в волейбол и смотрите Евро-20-20. Вернее, Евро-20-21 по футболу. Потому что спорт прекрасен во всех его проявлениях. Даже если главный тренер Станислав Черчесов, а капитан Артем Дзюба. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!